здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях фантастическая пара фантастическая потому что это люди которые 50 лет живут вместе законным браком что называется они живут а именно отмечают золотую свадьбу в июле 2021 года 50 лет это наталья валерьевна александр борисович оболенский здравствуйте здравствуйте слушайте ну конечно же это фантастика вот я пытался высчитать 1971 год я тогда еще был совсем маленький а вы вот тогда приняли такое решение понятно что у вас все будут поздравлять газеты телевидения радио все 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 потому что это всегда очень интересно как это 50 лет можно вместе надо любить да и неужели вот у вас прямо все 50 лет они незаметно прошли серьезно что ли не было такого ты мне всю жизнь испортила не я ухожу не было не было нет вот так не бывает 50 лет какие-то распри бывают это не без этого но в основном это любовь ну давайте начнем тогда во первых 71 год вы помните свою свадьбу конечно как это все было наталья мне кажется что девушки всегда помнят ну как день солнечный был нет с утра был дождь так а к 12 часам дня дождь прошел правильно потому что должен был праздник уже состоял и мы приехали я жила в удельный муж жил в тамилино расписывались на улюберецком загсе то есть красиво да то лати сумасшедшим нет но тогда были короткие платье еще моды да 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 это же как это фактически еще 10 доза это уже еще в стоящем 10 первом году всем нет семьдесят втором третьем уже начали длинные платья а мы еще были я была в коротком платье но ниже колена и фате и фате настоящего знать как сейчас так привязывать приклеивать не вот не она небольшая была но фата и мы были жених невеста два свидетеля и брат по нет но как там вы кто-то кого-то забирает машина какая-то свадебная машина наверно нет только в цветах цвета даже не было две вот эти нет никогда еще не не кольца не делали такие эти вы даже узнаем параллельно как это все было прямо фотографии что она сохранили обязательно конечно у нас очень много фотографий мы пришли в загс мы приехали в загс там была комната жениха комнате есть еще возможность отказаться в комнате посидел да 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 как его показывают нас такого не было так вот он расписались потом поехали кататься как обычно молодые а потом там или на в дом и мы справлялись свадьбу вот скажите я наверное сейчас александр борисович от 300 вопрос вот мысли тогда были что это как бы на всю жизнь и что вот через 50 лет есть все моя на на всю жизнь я просто почувствовал то что с этим человеком можно прожить всю жизнь а где познакомились то это я вам да ну давай наталья у нас был в школе в школе очень дружный класс 10 а так и вот одного молодого человека забирали в армию так на проводах были все наши одноклассники мои александр борисович работал вместе с этим парнем это зпп и он его одного пригласил постороннего за мы познакомились а ведь это же здорово когда новичок сразу то своих тоже все привыкшие дать чужно не было что кто-то в кого-то влюбился но просто был очень дружный класс очень и потом не было пар в классе не это одна была а тут чужой так наверно конкуренция была сразу не да нет особенно не было ну чего в танц пошли знакомиться или как как-то ну так кто кому приглянулся ты очень хитрый момент она пришла и скромненько села в уголок так я подхожу не тогда да 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 тихо села я буду ровно чтобы 1 уголок чтобы никто не уголок да она говорит да я вам можно попробовать на 50 лет хорошо волокна да и хорошо но потом был там танцы я помню кстати да в наше время тоже проводы в армию это такое ну и чудо ульяне и да это прямо весело было ну хорошо а так это прямо от 71 познакомились да и через год мы поженились 70-е 70-е да хорошо но как-то штаб надо было погулять пообщаться но все дела ну да как ухаживал на это когда ухаживали да ну хорошо красиво как созванивались сотовых телефонов не было здорово да сидишь и ждешь до звонка так ну приезжали ходили в кино в театры в оперетту очень любили в оперетту кстати получается 10 а то есть у вас же был еще трудный период у вас вы уже я так понимаю работали да да у нас был трудный период еще же выбора что дальше то делаю я закончила птс сначала потом технику по какой специальности технику электрик помню но никогда его электрика не работала я инженер электрика ведь мы можем вместе хорошо поработать а вы тогда как равно называлась ваша профессия тогда ну я тогда на рабочей специальности рабочей специальности на тзпп работал радиомонтарник полупродникового электро вакуумного оборудования ну вот виде как радиомонта где-то рядом да да то есть можно было что то даже там хорошо ну вот одно дело как говорится свидание походы в театр и так далее но ведь наступает момент когда надо уже какое-то решение принимать но она сама жизнь уже подошла к этому а как она подошла тоже если то что ну и друг без друга не могли да то есть уже не хотелось ждать звонка уже все время ряда то есть вы поняли что друг другу не надоедаете довольно долгое время ну и тогда нам конечно же интересно узнать как происходил процесс вот признание должно быть какое-то предложение или просто дали само собой ну-ка ну там стать я не знаю там но такого не было расскажите давайте как то это как тоже это произошло я почему этот вопрос задаю потому что парадоксально но даже люди которые прожили совсем не 50 лет а там 5 10 лет вместе у них спросишь а ты помнишь свой день свадьбы но как правило мужья не помнят да по статистике вот а второе а как это все происходило даже не помнит элемент вот этот ну какого-то объяснения да как это было кто кому предложение сделал намекнул может быть кто-то как-то то в общем то наверное уже не помню сразу завалюдно его ведем мимо загса давай зайдем подадим заявление мы очень сложно подавали в организме давай потому что я жила в там будильной 1 да да а муж жил в томили на нам сказали только подавать заявление либо в удельной постсовете либо в томили на в постсовете люберцы в заксе нам не могли бы как и через по месту жительства только скажите да да то есть ну а нам в люберцах тогда в советских да 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 в лески вот это мы сделали такую нисхождение можно очень попросили да и нам нас расписали красиво влюбить то есть вывод во дворце во дворце даже хорошо ну и когда сам процесс произошел там же под обмен кольцами подписи свидетелей а потом первый поцелуй помните там же был такой же выруйтесь как муж и на а ну конечно да и началась жизнь многие говорят что после свадьбы все меняется женщина меняется мужчина имеется у вас как бы у нас не менялась свадьба просто это как когда вы его как у законе естественно да естественный процесс ну понимаете 50 лет это все-таки срок как ни крути в хорошем смысле этого слова и мы же прекрасно с вами понимаем что по любви сегодня люди ну мало людей которые живут по любви все равно какие-то распри говорят что вот машину надо раз в пять лет менять говорят что жена тоже надоедает самый главный вопрос который я хочу сейчас задать вот еще в середине нашей программы что у вас все эти годы сближало что не давало вам ну друг от друга надоесть что не отталкивало вас дети но где-то такая история любовь естественно да нет ну такого и не было даже в голове что можем разбежаться то есть мое и все да мое и все на общее то есть горести радости все да хорошо а дети как вот процесс шел как бы у детей мальчик девочка как ну и не учиться чего там было как-то вы планировали или просто все первое конечно мы как получился потому что по молодости да 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 вот только мальчика хотели только серёжа я хотела сына до маленький каприз маленький каприз постарался и родила сына сергея сергей получается александр и да сергей александр родился 3 3 73 итак первый ребенок это что называется по любви и запланированный мальчик появился и такие числа 3 до 3 73 вот ну а появление ребенка говорят тоже меняет иногда семью мало того говорят что иногда вроде бы но желанный мы же все все считаем что мы были желанными вот прямо нас ждали и так далее вот но иногда меняются отношения у вас как нас не изменились наоборот по моему еще крепче семья стала но мы были молодые когда у нас появился первый нам хотелось идти ходить в походы на байдарках ой палатки пола и как и мы брали маленького ему уже года три было моего с собой брали везде бедный то есть у нас как сын полка потому что у нас будут друзья чуть помоложе ни у кого еще детей не было у нас он как первенец у всех друзей он был как сын полка везде с нами ходил походы на лыжах сами на лыжах он на санках а сколько же он тогда было лет когда я в 22 родила 20 ну да это прям до молодая молодая мама но зато второго в 35 а вот кстати почему 100 через 100 это вообще через ту первый был неспокойный мальчик 17 лет 13 с половиной лет между ними 13 а до 73 до дошел торгина спокойный ну как он очень шустрый был мальчик я говорил нет одного хватит но с годами уже захотелось второго ребенка и как вы к мужу говорите хочу нет но мы вместе хотели уже второго ребенка правда хотели девочку на родился мальчик родился борис борис до бориса борис александрович ему сейчас получали сегодня 35 лет 35 лет сегодня прям день рождения не рождаешь но вы же как мужчина должны быть довольны что все-таки мальчики до до воспитывали как кто у вас главный то в семье нового я главный воспитатель он глава я шея главный воспитатель а как работает главный воспитание строго строго с подходом да то есть вы же наверно помните как вас воспитывали ваши родные и бы наверно как-то пилин перенесли это нет по-своему по-своему а мама давала наверно немножко свободы да ну мы старались это самое особенно со старшим старались чтобы он у нас на сто с лишним процентов был занят чтобы не было у него улице улице значит он и занимался и лыжным спортом занимался и теннисом занимался ходил он на нашу пожарку здесь занимался вот какие только виды спорта не не перешел пока не нашел себя в карате вот сейчас он многократный чемпион россии по карате чемпион европы по карате серебряная медаль получил он в японии япония япония первое место дали японцы естественно ну да как это он сейчас считается главный тренер он да федерацию подмосковья то есть состоялся когда он состоял закончил мира институт потом еще физкультурный институт младший закончил педагогический видите как значит не зря воспитывали я имею ввиду да бог у вас и мы технику мы закончили мальчики закончили институт сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас в гостях уникальная пара семейный дуэт настоящая семья от которой отмечает в июле 2021 года золотую свадьбу 50 лет вместе через некоторое время продолжим мы продолжаем программу открытый диалог сегодня у нас в гостях оболенский наталья валерьевна александр борисович запомните эту фамилию оболенский только с буквы а как мы выяснили но не почему то все равно кажется ну красиво что-то оттуда из романтических времен из лирических времен когда понимали что такое любовь красивая семейная жизнь предложения дело в том что и наталья валерьевна и александр борисович семьдесят первом году летом в июле 71 года сказали друг другу да я буду жить с тобой вот 50 лет они живут душа в душу воспитываете кстати а внуки то есть да у нас четверо внуков четверо внуков то и внуки кто мальчики одни мальчики старшему внуку 22 года числа то потом идут у младшего сына двойняшки илья и никита им по четыре с половиной года и вот у старшего сына сейчас сын ему полтора года тоже дмитрий тоже разница да да нет тут же они от разных а у старшего да но я между старшую по вашей истории тоже до нас разницы но вот скажите вам же хотелось наверное девочку если с другой стороны мальчика воспитывать теперь то вы узнаете как говорят что бабушки с дедушкой то должны послабление внукам делать да естественно александр вы же как старший воспитатель внукам больше разрешаете чем детям они маленькие баллы балуете да они деда любят дед их балует позволяет им все а чему вот хотите научить их тоже там-то байдарки и там уже любили это дело лыжи у них сейчас другой образ они живут каждый в своей квартире что хорошо да наверно но когда вы встречаетесь там за новогодним столом или на дне рождения а чернуки вам дарят или рисует там маленькие что-нибудь как как вас ну конечно картиночки рисует карел раньше лучше такое 50 лет уже подида сегодня они нас поздравляли тоже розы приходили в парк там был концерт в парке она в нашем и они тоже нас поздравили принесли цветы розы глава нас поздравлялся глава поздравлял тоже но вот опять же чем пытаюсь я понимаю что с одной стороны на ответ действительно просто как вы сказали любовь и и все просто потому что не можем друг без друга но давайте вот такой один серьезный вопрос вам задам но почему вот сегодня очень многие люди по любви которые живут вместе даже не сочетавшись с браком там ну законом до гражданские сейчас это на к этому нормально относятся вот есть такие пары не могут друг без друга и вместе не могут жить не могут тужиться что происходит почему видимо надо идти как-то на уступки или просто искать что во многом жена должна поддерживать очаг где-то уступить потому что потом все равно это вернется к ней быть терпимой и наверное немножко растворяться до друг друге потому что вот быть личностью мы же все хотим быть личностью да ну можно оставаться личностью но немножко растворившись другом человеке по нему тем более за 50 лет вы же наверное ну ну конечно все знаете даже не представляю по одному взгляду можно уже ранять по шагам по шагам идет уставший или приболел или наоборот милого узнаю по походке альян борисович вот сейчас такой мужской взгляд но нас могут смотреть люди у которых который может кстати находится на таком этапе когда вот разводе думаю да когда вроде все нормально но чё-то у нас знаете некоторые разъезжаются хотят пожить ну чё-то надоедают друг другу вот как убери а при этом любовь есть одно дело когда люди ну действительно не переносят друг друга а есть когда какое-то непонимание вот чтобы вы посоветовали что нужно сделать чтобы семью сохранить вот с мужской точки зрения ну даже не знаю вы не сталкивались таки я просто такого не знаю ну любовь если ты любишь так как а какой развод может быть смысл для чего но получается в человек которого ты любишь принадлежал кому-то другому еще не дам не отдам до эгоист еще немножко воспитание поговорим сейчас вот июль 8 июля отмечается день семьи любви и верности такой праздник кстати с одной стороны он широко как бы о нем широко говорят с другой стороны мы же читаем смотрим и видим что вот институт семьи он на сегодняшний день какой-то такой немножечко не уверен люди не уверены в себе мужчины немножечко измельчали женщины немножечко стали иногда искать в мужчинах какой-то только ну да доход скажем так вот нет ли ощущения что институт семьи куда-то потихоньку исчезает что люди становятся эгоистами не для семьи а эгоистами каждый сам по себе или это преувеличенное такое боязнь как боялись увеличена все равно все за да да судя по нашим детям тара нашим сыновьям они любят свою кстати а вы же как к женам относитесь ты тоже хорошо да конечно и они к нам очень 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 хорошие девочки у нас вот а как знакомили то вас как-то сам должен привести вот вот мы невеста ну нет но сначала они когда допустим вместе гуляли они приходили к нам разова по общались не скрывались они от вас нет старший познакомил тоже младший он с ней вместе в институте учился закончили институт потом поженились как хорошо и у них все хорошо да да то есть их 50 лет мы тоже будем но мы уже не доживем конечно стараться мы стараться хорошо еще один такой вопрос вот на сегодняшний день многие говорят о неком воспитании да вот есть воспитание патриотическое есть воспитание новое за гуманитарное есть воспитание экономическое есть конце концов естественной науки математика и так далее вот вы как люди которые прошли 50 лет вместе как вы считаете воспитание закладывается вот маленького человечка который только родился вот это его умение любить искать вот эту самую вторую половинку умение растворяться в ней насколько от воспитания зависит вот успех такой семьи как ваш вы знаете я думаю что есть пример если родители любят друг друга в семье не ругаются дети видят что люди родители любят друг друга и любят своих детей это закладывается у детей исходит от семьи то есть начальная первоначально все исходит от семьи как ты заложишь камешек то те всходы будут планет а вот скажите но все равно же иногда по конфликтики то какие-то происходили вы как прятать но естественно как-то или на нет но дети вас на нет при детях никогда не поэтому я всегда идеальные не дети не наши родители не знали о мелких ссорах и родителям тоже знать я считаю не надо хорошо а научите тогда вот ссоры они же бывают не только между семейными парнями просто между людьми вот у вас кто первый мириться начинал когда даже знал что все равно вы да да даже если право было да а как но то есть но мы не умеем долго не разговаривать потому что как напряжение нервы и так далее угнетающая обстановка она конечно в доме не должна быть а дети тем более не должны никогда это видеть вот кстати говорят что ваше поколение по которой перед нашим как бы идет вот она такое наиболее ну крепкая в плане любви дав каких-то семейных ус и так далее хотя мы прекрасно понимаем что там 50 60-е годы страна менялась были совсем ну все очень резко меня примерно как у нас это было там 90 года и вы тоже менялись тоже чуть чуть меньше потому что семья а мы менялись как раз вот на этом этапе говорят что нашего поколения вот как-то тяжело все таки семью семья создается очень часто поздно да мужчине там уже за 30 бывает да ну в общем почему люди боятся нести ответственность когда тяжелые времена бояться быть вместе бояться как говорят заводить детей это у нас тоже нелегкие времена то были и финансовом отношении было тяжеловато и и учились вместе и ребенок там и помогали и учились все одновременно ну трудности к закалка наверно то есть без семьи не бывает как-то трудности они есть всегда и дорогая семья преодолевать нужна и лишь только надо но вот сегодня почему-то ведь институт семьи не очень пользуется популярностью почему-то люди не стремятся побежать в загс почему-то я помню одно время опять же по моему 90-е годы вот эти появились сначала книжки потом в интернете там свадьба уж не помню там деревянная бриллиантовая изумрудная еще какая-то синяя свадьба и так далее и все значит высчитывали так у нас с тобой такая-то свадьба там бумажные так далее хотя если внимательно посмотреть по названиям этих ну как мы предполагаем народная до поверье каждом название есть какой-то смысл может золотая свадьба это вот ну как высшая стадия хотя по нашему с вами общению я вижу тут еще и 60 и 70 так надо внимательно посмотреть что там идет за золотой свадьбы 75 бриллиантовая вот надо бриллиантовый встречаемся здесь бриллиантами да вот чтобы вы пожелали тем людям которые неважно какой у них возраст могут быть совсем молодые могут быть люди которые никак не могут определиться или бояться жить вместе но уже официально чтобы вы пожелали что нужно сделать так чтобы получилась семья кроме любви конечно или любовь и все остальное сама придет уважение еще тоже важен и не боятся трудности преодолевать трудности они всегда будут их надо пытаться пойти а вот чем разница между или что дополняет друг друга между любовью и уважением ну вы знаете это наверное разница нет то есть одно входит конечно если любишь значит и уважаешь но теперь провокационные вопросы обоим за мы же не можем без провокационных вопросов вот скажите честно неужели за все эти 50 лет у вас александр борисович не упал взгляд на какую-то другую женщину и у вас наталья валерьевна перед глазками не пробежал какой-то не чаровательный мужчина у нее был такой оба свеченка свеченка у меня нет у меня нет а у вас нет естественно да николай сличенко дабы к сожалению у меня было с очень такой интересный был человек но как говорится это творчество это искусство последнее пожелание вашим потомкам вот всем кто будет на же сейчас записывается это все и в принципе она уже никуда не исчезнет вот через 50 лет кто-то из вашей семьи на возьмут и посмотрят как наши там предки в да а что вы пожелали своим про 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 всем ну во первых самое главное здоровье так ну любить друг друга и уважать уважать ну как говорится любить и быть любимым и все дело для этого да 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 способствовать чтобы не было никаких поводов для ссоры и не любви ну ссоры наверное нужно нужно так притереться да немножечко чуть-чуть как но без этого не бывает за этого не было уступчивость а уступчивость а кто у вас уступает в семье я так понял ступа а муж и на больше жена я хочу представить вам уникальных людей еще раз посмотрите какие они замечательные кстати это тоже еще доказательство что не любовь делает людей старыми грустными печальными и которые не интересуются жизнью а любовь настоящая хорошая составляющая качество делает вот такой замечательный никогда не подумаю что 50 лет живут вместе то что легко посчитать что надо еще добавить столько-то лет чтобы узнать сколько им на самом деле а по вам не скажешь сколько на самом деле поэтому мы поздравляем наталью валерьевну и александра борисовича оболенских с этим замечательным праздником с 50-летним юбилеем пусть каждый год последующий после золотого приближает вас уже к бриллиантовой свадьбе и ждем от вас новых внуков а может быть уже и правнуков может это же интересно да про мой право звучит когда спасибо вам огромное с праздником вас спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а